Банк ВТБ в числе крупнейших российских компаний летом попал под санкции США и ЕС, которые отрезали Госбанк от западных рынков капитала. Несмотря на это, ВТБ завершил год с достойными результатами. На фоне негативных тенденций мы получили уникальную возможность воспользоваться собственными внутренними ресурсами и активно содействовать развитию отечественного производства. К началу 2015 года операционный офис в городе Брянске подошел с отличным финансовым результатом. Так, например, портфель привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился в три раза, срочных депозитов в четыре с половиной раза. Благодаря инвестициям в реальный сектор экономики, кредитный портфель операционного офиса ВТБ в Брянске за 2014 год вырос в два раза. В числе знаковых сделок банка ВТБ в городе Брянске – это сделка с группой компаний «Дружба», крупным агропромышленным холдингом. На полученные банком средства реализуется проект по строительству товаромолочной фермы. Также в 2014 году мы уделяли большое внимание работе с предприятиями оборонного сектора, которые выполняют государственные заказы. Брянский ВТБ принимал активное участие и в социальной жизни города. В декабре 2014 года были выделены денежные средства на приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов. В нынешнем 2015 году мы приложим максимум усилия для того, чтобы клиенты по-прежнему продолжали чувствовать поддержку банка и нашу готовность выстраивать конструктивные взаимоотношения. Сегодня ВТБ делает ставку на средний бизнес. Эксперты ВТБ считают, что средние компании более мобильны и растут быстрее даже в условиях кризиса. А трудности в экономике – это возможность находить нестандартные решения для развития банковских услуг. Александра Седачева, Максим Кузнецов. События. Брянск.